Пристегнитесь. В междугородних автобусах с нового года ремни безопасности станут обязательными. Будут ли комфортнее путешествия и готовы ли перевозчики к нововведению, выясняла Валерия Семичихина. Автовокзал Мариуполя. Ежедневно сюда прибывают автобусы из разных городов Украины. Со следующего года в каждом из них должны появиться ремни безопасности. Такое решение приняли в Министерстве инфраструктуры. Антонина Ивановна из Чистякова. Говорит, о нововведениях правительства ничего не слышала. Но пристегиваться согласна. Сами знаете, что такое, что-то сдвигает, пожалуйста. А так держишься. И детей привязал сам. Мне кажется, нужно. А вот Людмила пристегиваться в автобусах отказывается. Она едет в Днепр и в дороге проведет минимум 6 часов. Это неудобно очень. И так жарко, еще ремнем пристегнись. По стороне безопасности, может, и надо. А так сильно жарко. Больше доверяют удачи, чем ремнем безопасности пенсионерка Полина Ивановна. Бывают такие случаи, что ремень соскочит и давит людей. А в другой раз спасает. Так что кому как повезет. Или кому как суждено. Вот так. Скорее всего. Валерий – водитель автобуса «Мариуполь-Бердянск». В том, что ремень безопасности может спасти жизнь пассажира, мужчина сомневается. Если такое лобовое столкновение, то да, спасет. А основное, я считаю, что не надо. Не дай Бог, ДТП просто не все смогут выбраться. Вдруг возгорания машины. Юрий за рулем 40 лет. Новые требования его возмущают. Как может нести ответственность водитель за то, что пассажир у него не пристегнулся? Как я могу следить за ними? Кто отстегнулся, кто не пристегнулся? Ни в одном автобусе, украинском и зарубежных. Нет заводских ремней безопасности. Патрульные подтверждают, пристегиваться ремнем необходимо, но при условии, что он есть. Как их будут обладнивать? Да, есть штраф какой? Нет. Если машина не обладана, нет. В профильном ведомстве, тем не менее, настаивают. С Нового года это требование станет обязательным. Ремень безопасности на одно кресло стоит минимум 600 гривен. Кто за это заплатит, чиновники не уточняют.